Нет в России Здравствуйте! Здравствуйте! Это будни главы. На неделе глава исполнил очень важную сейчас миссию. Наградил наших бойцов государственными наградами. За их ратный труд, за подвиг, за их служение отчизне. А еще передал награду родным тех, кто не встретил этот день, кто отдал жизнь за свободу Родины. Прошу почти всех, павших наших ребят, минуты молчания. На этой неделе республика сделала еще один шаг, чтобы поддержать наших героев. Государственный совет проголосовал за передачу семьям погибших земельных участков. Очередная инициатива главы, оформленная сейчас законодательно. Мы вносим дополнительно две льготные категории граждан в рамках представления бесплатно земельных участков. Одна из них – это участников специальной военной операции погибших или умерших в смысле увечья, ранения, травм, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции. В случае гибели и смерти участника специальной военной операции до реализации им права на получение земельного участка. И вот еще одна история, которая завершилась на этой неделе. Завершилась долгожданным открытием. 20 лет ждали этого дня сыктывкарские автомобилисты. Случилось. Пожалуй, самым долгожданным событием для столицы Коми стало открытие после ремонта улицы Индустриальной. В свое время задумывали ее как одну из главных промышленных артерий города. Сыктывкар развивался небывалыми темпами, а вместе с ним крепли его заводские окраины. Там, где Сысола встречается с Вычигой, стоит Сыктывкар. Столица трижды орденоносной Коми Автономной Республики. Но в какой-то период городские власти посчитали, что в число приоритетных направлений не центральные улицы, такие как индустриальные, не входят. Грузовой транспорт здесь проедет, а легковые автомобили, ну, как-нибудь. Ремонт и строительство дорог в число безусловных приоритетов вернулись с заявлениями Владимира Уйба на посту главы. С 2022 года дорожники начали капитально ремонтировать индустриальную. Трудились основательно. И вот завершили. Благодаря всех тех, кто индустриальную привел в правильный вид, Владимир Уйба отметил, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» – это возможность привлекать федеральные средства на самые проблемные участки, восстанавливать и строить дорожное полотно. Итогом улицы Сыктывкара, других городов и сел нашей республики преображаются. И это видят люди. Важная на самом деле полтора километра, действительно, и разгрузка Октябрьского, и доезд до промышленных предприятий здесь, в этом углу Дырновском, совершенно с другим комфортом, грузы довезти по-другому, люди подъехали по-другому. Качество есть качество. Поэтому будем и дальше двигаться поступательно каждый год, чтобы у нас в рамках БКД обязательно какой-то участок в городе, нашей столице, Сыктывкаре, появлялся дополнительно и было бы с чем сравнить. Здесь, по этой дороге, даже сейчас мы в данной ситуации видим, она уже достаточно большим потоком обладает. Поэтому это значит, что вот этот весь поток ушел с Октябрьского проспекта. И я думаю, что это очень положительно скажется на передвижении в утренние и вечерние часы, когда самая большая загруженность автодорог города Сыктывкара. Избавить Октябрьский проспект Сыктывкара от автомобильных пробок – одна из основных задач этой улицы Дублера. С свободного проезда без заторов больше других ждут водители экстренных служб. Ежедневно сотни километров по проспекту наматывают кареты скорой помощи. Теперь водители не отложек. Надеются, что больше главная дорожная артерия столицы республики не будет вызывать столько проблем. Октябрьский для нас проблема в дневное время. Мы знаем часы, когда там можно легко проскочить. Есть часы, когда там можно стоять очень долго. Поэтому, конечно, открытие объездных путей, как то объездная надырность, объездная индустриальная – это большое благо. Мы очень надеемся, что оно разгрузит Октябрьский. Мы редко пользуемся объездными путями, потому что они по километражу все равно больше, чем Октябрьский. Но вот за счет того, что там уменьшится поток машин, мы надеемся, что нам будет легче. Дорожники признаются – преображение индустриальной далось им нелегко. 11 тысяч тонн щебня, 500 тонн бетона, 6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси было использовано при ремонте индустриальной. Это лишь некоторая статистика теперь уже новой главы в истории этой городской улицы. Масштабная дорожная кампания развернулась в столице Коми и в этом году. Ее бюджет превысит 600 миллионов рублей. Велика доля средств национального проекта – безопасные качественные дороги. Их хватит на ремонт 23 улиц. Республика реализует программу льготной ипотеки для молодых семей. По инициативе Владимира Уйба в год молодежи Коми запустила уникальный кредитный проект по ипотечным займам. Ставка – всего 1% годовых. У главы Республики Коми в год молодежи принято решение о программе льготного ипотечного кредитования молодых семей под 1%. Цель этой программы – удержать молодые кадры в республике и помочь молодым людям решить свой жилищный вопрос. В программе могут участвовать молодые семьи, которые состоят в первом браке. Родители не должны быть старше 35 лет, а совокупный доход их не должен превышать 60 тысяч рублей. Строить новую жизнь молодая ухтинская семья Перевезенцевых теперь будет в этой девятиэтажке. Новость о том, что им одобрили республиканскую льготную ипотеку, стала настоящим сюрпризом. Теперь остается сделать ремонт и отпраздновать новоселье. Женатый год получается. И мы, в принципе, уже и до брака задумывались о том, чтобы покупать совместную квартиру. Но наше общее совместное решение было, что мы точно не будем брать ипотеку под 10-11%, что лучше мы будем снимать квартиру. И здесь эта льготная ипотека, как будто бы она нас ждала, или мы ее ждали. И все сложилось, и теперь у нас будет своя квартира. В списке получателей льготной ипотеки люди самых разных профессий. Но единственное, что, пожалуй, их объединяет – стремление обустроить свой быт именно в республике. Жить и развиваться здесь, в Коме. Размер льготного ипотечного кредита – 3 миллиона рублей. По словам Владимира Уйба, такая форма поддержки – лишь часть большой комплексной программы по поддержке молодых семей. Мы действительно не на словах, а на деле стараемся создать условия для того, чтобы молодые семьи оставались в республике. И делаем это комплексно. И с предоставлением новых интересных рабочих мест с высокой заработной платой. Также понимаем, что кроме интересной и высокооплачиваемой работы, конечно, молодой семье нужна квартира. Поэтому вот такой комплексный подход. Мы эту работу начали и будем ее продолжать. Учитывая повышенный интерес жителей республики к новой ипотечной программе, ее высокую востребованность глава и правительство региона планируют продлить льготное кредитование на следующий срок. Еще одна инициатива Владимира Уйба получила поддержку депутатов Госсовета Республики. Речь идет о дополнительной помощи семьям с детьми, страдающими такими заболеваниями, как целиакия, фенилкетонурия. На отсутствие финансовой помощи подобным больным родители таких малышей сетовали неоднократно. Решение проблемы пришло после того, как вопрос был доведен до главы республики. Владимир Уйба распорядился поддержать такие семьи, помочь им в борьбе с болезнью. Мы изучили всесторонне этот вопрос, в том числе опыт субъектов Российской Федерации. И разработали соответствующий законопроект. Проектом закона в настоящее время предлагается установить ежегодную денежную выплату в размере 24 тысяч рублей для семей, которые воспитывают детей, страдающие целиакией. По данным Министерства здравоохранения, в Республике Коми в настоящее время проживает 24 ребенка, которые не имеют соответствующую инвалидность по заболеванию, но имеют такое заболевание целиакия. Статус ребенка-инвалида детям с заболеванием целиакия не устанавливается, поскольку при соблюдении диеты болезнь как будто отступает. Такие пациенты могут вести привычный образ жизни, только если не употребляют в пищу глютен. Тот содержится во всех злаковых. Целиакия действительно это то заболевание, которое хорошо компенсируется правильной диетой, и при правильной диете инвалидность данным пациентам не нужна. Поэтому здесь главное организовать правильное питание. Размер ежегодной республиканской выплаты составит 24 тысячи рублей. Из расчета 2 тысячи рублей в месяц. При определении ее величины учитывался необходимый ежемесячный объем безглютеновой муки и рыночная стоимость этого продукта. Эта поддержка в 24 тысячи как раз и позволит обеспечить разнообразие питания детей, чтобы не снижалось их качество жизни в безглютеновом сегменте. То есть те продукты питания, которые с обычного стола невозможны к применению у данной группы детей, как раз на них и направлена вот эта мера денежной и социальной поддержки. Выплату семьи начнут получать уже в этом году. Необходимо лишь обратиться в Центр социальной защиты населения. И им помогут.